Доброе-доброе утро всем! Сегодня воскресенье. Вероятнее всего у нас в городе день здоровья, а у меня день рыбалки. То пью ножки, то пью другой и побежали на рыбалку. У нас морозеет, холодно, наверное, минус 11. Я что-то ехала мимо, даже не посмотрела температурный режим. Но зима набирает обороты, вступает в свои права. Так что привыкаем к зиме, к холодам и готовимся, готовимся, готовимся. Так. Сегодня со мной едет просто огромнейшая волокуша. Вадимар забрал на рыбалку маленькую волокушку. Ну, ничего страшного. Больше влезет всего. Она более усойчивая, как оказалось. Ну, конечно, опарыш и червяк огородный. Дендробена уехала породистая тоже на рыбалку серьезную. А я сегодня по-простому. Вот. На днях переделала удочку одну в очередной раз. В общем, сняла катушку. Мне тут товарищ подсказал, Сергей, спасибо тебе, буду пробовать. Катушка очень утяжеляет удилище. В общем, намотала скрепочки с двух сторон. Два крючочка опять навязала. Если что, я если что, то я отрежу один, одну мормышку, чтобы не путалась. Посмотрю, что там лучше будет. Ну, собственно говоря, идем рыбачить. Надо малек. Малек теперь всю зиму будет нужен. Вот. Потому что щука любит крупного живца от 30 до 50 грамм толстоспинного. Вот. Нырку я... Многие говорят, что почему я не черпаю. Ну, во-первых, не люблю данный вид рыбалки. То есть я даже вообще не воспринимаю данный вид добычи живца. Вот. Все равно на крючок садится хороший, хорошего размера живец. Вот. Ну и более соблазнительно для щуки. Конечно, можно с одной стороны наловить живца прямо приехав на рыбалку. Ну, у нас в основном окунь разного размера, потому что таежные торфяные озера. Вот. И, в общем, как бы у нас рыба ест сама себя. Вот. И в темной воде все-таки я думаю, что предпочтение... Ну, это мои наблюдения. Может, у кого-то совсем по-другому. Кто-то как-то думает. Ни в коем случае не навязываю свое мнение. Все-таки, мне кажется, на белого живца, на белую рыбку щука более охотно реагирует. С аппетитом. С аппетитом. Ну, сейчас ноябрь, только начало ледостава. Щука в жор входит. Поэтому, мне кажется, ей все, что не дай, ей все хорошо будет. Но более продуктивно все-таки светлый живец белый. Вот. Ну, и он, конечно же, сладкий, не такой ершистый и агрессивный, как окунь. Растопырит там все свои растопырки. Попробуй еще заглосить такого. Наколешься, потом будешь плеваться. Ну, у вас! Давайте нам беленькую вкусненькую рыбку. Вот мы сейчас пойдем и ловить ее. Эту беленькую вкусненькую рыбку. Рыбку. Ну, что? Что вот я вот тут думала? С какой? Тоже обсуждали с Вальдемаром, как будем ставить жерлички. Скорее всего, будем опускать на дно, потому что кислородный режим сейчас неплохой, придонный. И, мне кажется, в начале зимы лучше ставить со дна. Вот. Что щука будет более лучше брать со дна. Ну, и же вес будет сохранять свою активность гораздо лучше. Именно, ну, точнее, не потерять свою активность, располагаясь на дне, потому что кислорода еще пока нормально. Вот. Ну, про способы насадки тоже мы предпочитаем заводить жало крючка за плавник верхний. Можно иногда маленько ближе к голове. Вот. Есть еще способ через жабры. Ну, это в основном двойники вот проводим. То есть, в этом случае говорят, что меньше сходов 10-15% всего лишь. Ну, не знаю, мы пробовали. У нас живец дохнет при таком способе насадки. Поэтому, в общем, в принципе, останавливаемся на более традиционном, на более традиционном, в общем, под спиной плавник. Есть еще способ заведения за губу. Вот. Ну, я думаю, это, наверное, лучше, больше на течение. Ну, в общем, честно сказать, мы перепробовали все и за спинку, и маленький тройничок. Это нам больше всего подходит. Кто-то даже на крупную щуку старается побольше, покрупнее тройник насаживать, брать. Ну, мы что-то решили, что лучше такой пятерочка, шестерочка. То есть, вот, самые такие оптимально рабочие. Главное, выбрать в хорошем качестве металл, чтобы был. Потому, что крупная щука просто отламывает жало. То есть, уже сколько было даже на воблерах, грубо говоря, из тройника к концу рыбалки остается один крючок. Вот, все остальное откусано, отломано. Вот, так что, в общем, вот такие вот сюрпризы. Фух, скатилась я с горки, запыхалась. Смотрите, как на морозе быстро румянец появляется. Я уже себе очень нравлюсь. шуршу, шумлю, точнее, волокуша. Она так шумит, большая. правильно, от большого шкафа много шума. Вот. Ну, наверное, будет сейчас мне просто более-более удобнее идти по той вот траве, где я хожу, по заливным лугам. Мне кажется, ее не так будет корюжить. И вполне возможно, не придется тащить ведра с рыбой, но перетаскивать через этот стеновал болотный. Итак, бежим, бежим, посмотрим, чего сегодня наловим. Так, достаю снасти. Вот, смотрите, что я сделала. Пока у меня был только скотч, вальдемаржа уехал, я тут сама делала, как могла. На бумажный скотч сделала две вот такие вот скрепочки. намотала лесочку свою. значит, тут у меня уже по-настоящему желтый крючочек новенький с галамарта. Так, ну, тут вот тоже я попробовала сделать мормышку еще раз, еще одну, посмотрю, что будет лучше. Ну, конечно, грузик. Ой, где он тут? Вот грузик. Ну, довольно-таки тяжелый. Ну, поплавок, соответственно. Так, у меня треноги нету. Не знаю, как сегодня буду снимать. чего-нибудь я вам сегодня покажу. Единственный у меня вот вопрос, как я интересно буду здесь регулировать длину. Ну, как-нибудь придумаю. Вот, теоретически оно должно тут все само фиксироваться. Но удилище на самом деле в разы легче. В разы легче. что-то тут у меня не хочет раскрываться. Ну, бог с ним. Одно колено. оно мне шибко тут погоды играть не будет. Вот. Ну, в общем, готовимся, да? Так, червячка, наверное, буду насаживать. Воды как не было, так нет. Надо молча все делать. Вот. сейчас мы конечно тут нашумели. Точнее, сама да, тут. Так, что-то тут у меня не хочет разбираться. То, сейчас у меня эта удочка. О, смотрите, процесс пошел. Ура, ура. сейчас пока тут наловчусь, какую сторону я тут крутила это все дело. Наверное, в разные стороны фиксировала. Так, ну, что тут, мы опять запутались, не хотим разбираться. ну, в общем, как-то так. Как-то так. Хорошие рыбалки. Так, сейчас буду насаживать наши наживки. Удалось мне все-таки распутать колено. тут вот червь огородный домашний. Ну, вот такая вот, вот такая вот жирненькая штука. Сейчас я ее спрячу к себе за пазуху, потому что холодно. И, конечно же, ему надо тепло. Главное, чтобы он меня за шиворотом не разбежался. Но меня это не пугает. Меня вообще мало чем можно напугать. Неприятная процедура. Разрываем. Эх, бедная, прости меня, животина. Так, берем, насаживаем. Так, насаживаем. Крючочек маленький. Вообще, вот видите, какая заглотушка. Просто вот заглотушка. Ой. Так, ну, и одеваем. Прости, прости. мне всегда так жалко. Что теперь? Так, насаживаем. Так, и на вот эту, видите, одеваю, оставляю маленький хоботочек. Вот, видите, вот хоботочек. и на вторую вот эту вот мормышку. Вот. Я, наверное, тоже одену. Вот. И надо посмотреть, на что лучше. Если она окажется не рабочей, или наоборот, более рабочей, вот, то какой-то один из крючков я оставлю. Вот. У меня еще в запасе моя традиционная удочка. вот так, тут вот тоже одели. Но, мне кажется, эта мормышка должна, она зимой вообще просто исключительно ловит меня живца. Вот. Ну, в общем, вот такая путаница сейчас отправится в воду. Ну, друзья, погнали. Первый запрос. Пью. Так. Ну, что, поплыл наш поплавок. Сейчас посмотрим. Буду длину, ой, длину, глубину регулировать. В общем, как-то так буду налаживать процесс. Так, ну, что, одного живца я словила. Вот он тут сидит. Набрала водички. Давайте будем смотреть, что здесь. Да, на самом деле облегченный вариант удочки. Супер. Но клюв сегодня не пущий. Пока что. Надо искать рыбку. Давайте еще заплавку мразим маленько. Вода светлеет очень. Кажется, он клюет. я тут отсутствовала. Оба, вот это, да, парочка. Круто. Приятно-то как. Ребят, нашла место. Сижу, правда, в три погибели. Но, слушайте, одну за одной. Сейчас посмотрим. Меленькая, конечно. я вот с 11 часов утра вообще ничего не видела. Тут, дай бог, она сейчас, видите, нырка ушла на мелководье. Сейчас посмотрю, что, как оно будет. Вот прям кинула. До этого было. Раз и поймала. Ай, точно. Раз и поймала. Раз. Раз и поймала. Что-то не могу понять. Там что-то так деревья хрустят. По-моему, клюет. Опа! Ура! Я. Я ее не подсекла. Но ничего страшного. Я сижу на корточках. Можно даже сказать, сейчас придется, наверное, прямо на снег сесть. Очень неудобное место. Но какие удобства, когда у тебя клюет. Поправляю червяка. Опа! Можно даже, наверное, глубину попробовать меньше сделать. Так, 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 так. По-моему, там заинтересовалась. Опа! Ура! Видите? Упрыгала. Упрыгала наша рыбка. Ну, ничего страшного. Сейчас она там убежит. Вот. Опа-опа-опа. Опа! Так, ладно, давайте сюда перебросим. Ну, все. Щука, берегись. Мы сейчас тебе сделаем шведский стол. Ну, вот, видать, стайка была. Небольшая нет. Вон. Что-то вроде как берет. Так. Сейчас только править червяка. Ага, точно. Править червяка. Жало, все открытое, но поэтому не хочет брать. Глубины, можно сказать, вообще нет. Лишь бы клевую. Опа-опа. Да, что ж такое, а? Что ж такое? Наверное, я разговариваю. Наверное, я разговариваю, я пугаю. Да ты смотри. Да, тут и сечение пока не такое сильное, поэтому она уберет. но это уже окунь, это сто процентов. Это сто процентов окунь. Опа. Ну что, давайте попробуем посадить опарыша. Так, что-то тут не вижу. Так, я зацепилась, попробую доставать. так. Дома достала. Так. Тут не спалка. Так вот. Спущусь. Руку возьму. так вот еще живца нашла своего крючок ну что теперь Вот это я нарыбачилась, замерзла, продрогла, но наловила. Очень хороший отдых, воскресный. На удивление, тоже много людей было, много рыбаков. Значит, мужики тоже готовятся на первый лёд, возможно, даже у кого-то жерлицы стоят, подлавливают. Но сегодня совершенно бесклёвный день был. И маленькая-маленькая нырочка такая, но всё равно я, наверное, штук 100-150 наловила. Сейчас приеду на работу, буду высаживать под аэратор, обязательно покажу. Вот такое сегодня воскресенье чудное! Ура! Потихонечку плещется живец, я набираю водичку. Это сегодняшний улов, не сильно много, но штук, наверное, 50-70. Вот, пора на рыбалку! Субтитры создавал DimaTorzok